Всем большой-большой привет! Меня зовут Ксения Сумина, я готовлю ребятку ГЭП по русскому языку в Школково, и мы продолжаем работать с итоговым собеседованием. И, думаю, многие из вас хотят узнать, как реально будет проходить итоговое собеседование. То есть, послушать, условно, комментарии очевидцев, то есть ребят, которые сейчас учатся в 10-11 классе, как проходило у них итоговое собеседование. То есть, чего они боялись, чего они не боялись, что было на самом деле, и так ли страшен этот экзамен, или действительно ничего страшного там не будет. Мы попросили учеников, которые у нас занимались в прошлом или позапрошлом году, написать сообщение с мнением о итоговом собеседовании или записать голосовые. Сообщение я сейчас сама прочитаю, а голосовые затем включу, и вы сможете понять в реальности, что итоговое собеседование не страшно. Это как небольшой спойлер. Теперь перейдем к сообщениям, которые нам написали ребята, которые учились у нас в прошлом году. То есть, сейчас это 10-классники. Как 10-классники отзываются о итоговом собеседовании, которое сдавали в прошлом году? Первый комментарий. Здравствуйте! Итоговое собеседование очень легкое. Главное не переволноваться. Там нет ничего страшного. Чтобы сдать, нужно уметь читать и говорить. А это могут делать почти все. Поэтому все будет супер. Собеседование не сдают единицы. А в основном из-за болезни они этого не делают. Поэтому нужно не переживать. А наоборот, идти на экзамен с уверенностью. Некое напутствие от 10-го класса. А именно, не волноваться, идти с уверенностью на экзамен. Не переживать, потому что его не сдают единицей. И то, потому что болеют. То есть, ровно то, что я вам говорила уже много раз в роликах и на вебинарах. В этом нет ничего страшного. И следующий отзыв на итоговое собеседование от 10-го класса. Здравствуйте! Ребята, не волнуйтесь. В школах просто запугивают как с устным русским, так и со всеми ОГЭ. Устный русский очень легкий. Все расскажете. Если вы переволнуетесь, вам дадут читать с листка. Будут подсказывать, чтобы сейчас вам не говорили учителя. Все все сдадите, все поступите, не волнуйтесь. На самом деле, это довольно показательный отзыв, потому что действительно от многих ребят, которые у нас учились в прошлом, позапрошлом году, я слышала эти истории, что им аккуратно так подсовывали при пересказе листок с текстом. Но давайте мы будем готовиться по-честному, не будем на это рассчитывать. Понятное дело, это будет приятный бонус, если так сделают. Но нет уверенности, что так получится. То есть не стоит на это прям серьезно рассчитывать. Теперь давайте послушаем несколько голосовых от ребят, которые учились у нас в прошлом году, и от ребят, которые у нас учились в позапрошлом году, то есть от 10 и 11 классников. И что они думают насчет итогового собеседования в девятом классе. Всем привет, ребята, которые скоро будут сдавать итоговое собеседование. Хочу рассказать вам о своем опыте. И начну с того, что я человек, который очень переживает из-за любых экзементов в принципе. Так и было здесь. Главный мой вам совет, это расслабиться и отпустить свои переживания во время того, как вы будете там сидеть в аудитории, ждать своей очереди. Понять, что итоговое собеседование это не страшно. Понять, что переживания вам не помогают сейчас, а не только усугубляют ситуацию. Когда вы будете читать текст, попытайтесь максимально уловить его смысл. Максимально громко и четко прочитать его для собеседника. Во втором задании успех будет у того, кто поймет смысл текста. Кто понял смысл текста, тот максимально сможет на пересказе передать его. Обращайте внимание на даты, обращайте внимание на полное имя человека или какого-то персонажа, о ком возможно будет текст. В третьем задании мой совет, это заранее определиться с темой третьего задания. То есть, будь то повествование, описание картинки. У меня это было описание картинки, и мне очень помогли вспомогательные вопросы, которые даются ниже картинки. По ним вы классно сможете раскрыть все темы на этой картинке. Всем удачи, всем пока. Про итоговое собеседование. Нас собирали где-то за полчаса, мне кажется. Пока мы стояли, ждали того, чтобы нас запустили в здание, выложили в сеть оба варианта текстов, которые нужно будет читать и потом пересказывать. В принципе, я сливы, конечно, не одобряю, но, понятное дело, все, кто там стоял, выучили сами тексты, подумали, как они это будут пересказывать, потренировались и так далее. На мой взгляд, это самое сложное задание с пересказом, поэтому повезло, это правда. Потом нас запустили в школу и сказали, насколько я помню, идти в спортивный зал. Там по списку читали фамилии и говорили каждому, в какой кабинет отправляться. Ты туда приходишь и ждешь в коридоре. Запускают по одному человеку, понятное дело. В целом на каждого ученика приходится, мне кажется, порядка 20 минут. Потом, когда приходит очередь, заходишь в кабинет и должен в камеру представиться, по-моему, сказать фамилию и имя отчества, может быть класс. Честно, вот это я сказать не могу, не помню. В принципе, ничего такого сложного не было. Атмосфера была максимально спокойной, потому что, ну, кому надо вас валить? Никому это не надо, потому что вот будет куча учеников, которые не сдали. Придется опять собирать комиссию учителей, опять все проверять, оценивать. Лучше пусть будут два таких отсталых человека, с ними быстро разберутся и все. Поэтому в целом валить не будут. Вопросы не были сложные, так что можно не париться. Главное думать о том, что вы говорите. У меня ничего интересного не произошло, но могу рассказать историю про свою подругу. Ей попался вопрос по поводу, вроде бы, какую страну вы хотели бы посетить, или какую вам понравилось посещать. Она начала говорить про Зимбабву. Ну, я не рекомендую говорить про Зимбабву, потому что пример так себе, конечно. И она напутала с континентом, если я не ошибаюсь. И все, понеслось. Она говорит, ой, я ошиблась, я имела в виду другое. Выходит она оттуда, понятное дело, в истерике, думает, все, завалила, или там мало баллов. Спустя несколько недель, когда приходят результаты, оказывается, что у нее почти максимальный балл. Одного, по-моему, не хватило. Балла до максимального, я не помню, сколько, но не важно. Какая из этой всей истории мораль? Конечно, субъективная оценка проверяющего, она играет роль. И, да, это может повлиять на итоговый балл. Но даже если сильно накосячить где-то, это не будет критично, что вам что-то не зачтут. Так что главное приходить туда в максимально спокойном состоянии, думать о том, что вы говорите, и не паниковать. Тогда все будет хорошо. Желаю удачи. Соответственно, мы прочитали несколько комментариев от десятиклассников, послушали несколько голосовых от десятиклассников и одиннадцатиклассников, и к какому выводу мы можем прийти относительно итогового собеседования. Во-первых, не стоит волноваться. Ничего страшного не произойдет на экзамене. Во-вторых, постарайтесь быть уверенными в своих силах. Тогда экзамен пройдет для вас же приятнее. И третье. Никто не будет вас заваливать. То есть вы по факту будете придумывать себе волнение и лишь больше из-за этого напрягаться. Этого не стоит делать. Ни у кого нет никакой цели вас завалить и что-то сделать, чтобы вы не сдали. Поверьте, это очень просто. Попрактикуйтесь в итоговом собеседовании. Попробуйте в школе сдавать итоговое собеседование, если преподаватель этим с вами занимается. Или попросите репетитора попрактиковать итоговое собеседование. Или узнаете, можно ли в вашей школе сделать индивидуальные созвоны, чтобы попрактиковать итоговое собеседование. Например, в рамках школы мы делаем индивидуальные созвоны с ребятами с основного курса, чтобы они практиковались. Поэтому не волнуйтесь. Как говорила десятиклассница, вы все все сдадите. Поэтому никакой паники и удачи на экзамене.